Бог помощь вам. Да спаси Христу. Вот так. Вот укрепление столбов подгнивших. Работа всегда найдется в деревне. Вон Виталий подходит. Я поймал в деревне этого Алабая с цепью. С цепью. А я отдал его Ереме. Он сразу ко мне подбежал. У нас дружба с ним. Он всем друг. Я говорю, иди сюда Алабая. Он хвостом машет, подошел. Так, Игорь Александрович, у меня просьба к вам одна. Ответить на несколько вопросов. Скажи, пожалуйста, ты рыбу ловишь или нет в настоящее время? Нет. А я видел у тебя во дворе мордушка. Нет у меня мордушки. Нету, значит. Да, это чья? Это не мордушка. А что? Это я в опрыскиватель заливаю, засыпаю удобрение, и в опрыскивателе оно... Значит, она на мордушку не годится? Это не мордушка, нет. Мы переходим. А, ну тогда все. У меня около 13 мордушек было, и все порастащили. Ни одной нету. Второй вопрос какой? Отпадает. Ты одним вопросом все комментарии отбил. Я хотел сказать, если я рыбу буду ловить, я бы тебе рыбу давал, часть рыбы. Гальянов. 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 А сейчас какую-то там ставят, а не вот такая вот, ну полметра не длины. Какая-то мордушка. А из нее мордушку нельзя сделать? Нет Вопросов нет. Ушел. Помоги вам, Господи, все сделать. Вот как деревня всему научит. А жил бы ты в городе, еще бы ты знал. Смотри, это отца прикрутишь, караулить этот столб. Я тебе говорил, нет, сколько у тебя гнезд? Ну, 70, что ли? 88. А, это в прошлом году 73 было? Да. Значит, что получается? Отец и мать и 5 лосточат. 7. 7 умножь даже на 80. 8 отбросим. 560 ртов прокормить надо. Поэтому у нас сейчас так мало мошек, совсем почти нету. Это тебе благодарность. А у Устиновых 9 гнезд только на один коридор. Но так надоели. Володя сказал, последний год все гнезда вроде поотрывают. Гнезда поотрывают? В церкви-то 4 гнезда сейчас. Прошлое богослужение было, они во время богослужения начали вылетать. Это редкий случай. Ну все, Виталий-то где-то тут на подходе. Мы маленько задержали его там. Вчера как бы работа была. Вот так. А у кого могут быть мордушки? У Миши Летитина? У Устиновых могут быть. А? А отец-то уехал куда-то в Гонахово что ли? А там куча, которой Виталий накладил дрова для школы. Это Игорь Александров и сыном Терентия. Вот укрепляют. Изнутри видите какая жесть. А Виталий здесь... Иди здоровайся с хозяином. Это я его задержал. Маленько. Вот видите как он отрывает. Вот лежат эти доски. Приноравливаются и... Что он с ними делает? Прибивает или присверливает? Прибивает в воздики. Вот уже сколько прошел. Ты тогда что? Опять вот эту штуку прожили, но отпускай. И надо вон так закрутить и закрутить и просто сделай. Мы придем. Чуть не хватило. Ничего. Как тусы и же море. Игорь Александрович настоящий фермер. Был тут отец Александр Александрович. Ну видя как у него получается. Ну что мой сын состоялся, говорит. Я говорю да. Терентий. Безотказный. Да не все такие. Главное что поробей, да не прошло? Да, да. Ну не, не пройдет. Ну все, хорошо. Мы делали на вторую руку в прошлый раз. Терентий, просьба. Постарайся, если будет возможность, отремонтировать буддозер. Уже накатан на Нарышевском. Поднятый грунт. Прямо на это. Сдвинуть туда, где прорыв был. Нам никакой возможности нет это туда. То есть там не ковыряет, ничего. Только сдвинуть туда и все. Видели Печенюкова? Он говорит все, сват уже ждет. Кто? Когда вы его позовете. Печенюков. Это же сват Печенюковский. Ну ну знаю еще куда кто позовет. Ну бульдозер сюда потеряю. А у него есть? Я говорю. Кто? Бульдозер. Ну который приезжал к вам каждый год. Аааа. Это же сват его. Ну 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 нет, никак. Ты что? Там надо заходок 10 или 12 зайти вот так двинуть. Это большие деньги. За доставку 22 только в один конец. Тысячи. Сохрани Бог. Ну все. Я думал корчинский директор. А у них нет бульдозеров корчина нету, говорит, совсем. Ну есть такой же как и у меня. Ну все это. Глава администрации. Не администрация это. Ну да. Она говорит, нет у нас бульдозера. А я то видишь свой интерес имею. Рядом пруд. Весь в Воряске. Родников нету. Мертвое озеро какое. Есть такой Роман. Николая Алексеевича Некрасова. Я бы тут мог пройти туда, но тут не пройти видно. Ну да. Вот я зашел тут. Сбрасывают. Ну там он дальше. Березки где засохли. Потом как-нибудь покажу. Хотя могу проехать и показать на велосипеде. Тут входка моя оказалась вовсе даже такая пустая. Я велосипед взял за ручку и туда. Да. Ты свой этот-то, э! Алло! Рюкзак-то зачем бросил? Возьми, чтобы на глазах был. Чего ж ты такой? Да не до него за место бросил. Ну, нельзя быть поворотом. Никогда нигде не будь беспечным. Участь беспечного нехорошая. Вот так. Сейчас я поеду тут. Ох! Ласточки тут уже вылетели. Летают. Получается. Летают. Вот так. Летают. Деревню Александровича техника и выехал на нашу центральную дорогу. Я хотел ее назвать из-за помощника, который помог тут, Александр Плац. Он говорит, да нет, не надо, ну и не надо. Я и не наставил, просто не хотелось остаться неблагодарным. Вот, сейчас я все положу. Свою велик. Вот, показать, какой этот пруд, храмовый называется. Раньше назывался Малаканиши. Тут Малаканка была, молоко обрабатывали, потом перевели. Вот оно, озеро. А вот утки дикие. Поднялись, улетели. Рязко. Все затянуло. Банк, это пни. Воды-то больше стало, это деревья-то росли на сухом месте. А то все пни. Ну и там пни. Из воды вот, а весной полные они. А там видно березки засухшие, упавшие. Какой объем, все, это у нас уже, мы вымерили. Я тут купался, а однажды тонул. И Серебряников Николай, Николай, меня вытащил. Даже он не понял, что я тону. Я стал бояться тина. Длинная, эта тина нерязкая. И они мне водоросли перепутали, ноги. Ну, а мне это лет уже большой был. Лет шесть. Я плавил так неплохо. Оно нахлебался. И стал тины бояться.